Мы пришли в наш любимый бургер Фай. Сейчас будем кушать бургеры. К сожалению, внутри нельзя снимать, поэтому мы возьмем и попробуем там тайно снять. Так, мы пришли в наш любимый бургер Фай. А что так стоишь? Ну что, пойдем? Сейчас мы замочим один сего бургер. Это будет и будет иный бургер. Ты что будешь? Я ничего, я буду в воду. Покажи, что там внутри. Там вон бекон. Сыр, мясо и какой-то сладкий джемовый соус. О, как вкусно тянется сыр. О, мой гад. Попробуешь? Это реально страшно во всех этих паспутных местах. Сейчас он нашел к другому чуваку, попросил его, если у него останется еда, дать ему еды. И пришла девушка и дала ему оставшуюся картошку. Ну, как бы, я не против, я не говорю, что эти люди надо ущемлять и так далее, да? Но бомжам здесь платят огромную-огромную социалку, да, как бы, деньги. Им не платят много, они могут себе очень много чего позволить. И, ну, пусть они тогда на улице стоят и ждут, да, как бы, ну, и ждут. И так тут грязно, да, как бы, становится еще грязнее. И это в Бургер Пае, что сравнительно, ну, высшая ценовая категория по фастфуду, по ценам, чем Макдональдс. А тут, получается, везде все время бомжи. Ну, реально, страшновато. Ну, как бы, неприятно. Сидит за одним столом, к вам подходит бомж, его никто не выгоняет, вы не имеете права ему сказать, иди в жопу. Смотришь, как, немножко пересушена? Ну, она обычно бывает такая мягче и жирнее, сейчас она начинает сутать вот это. Вот, как у любых. Ну, что подачи, сад? Бургер Пае, одни из самых называемых бургеров Америки. Огромное число фастфудов, которые именно специализируются на бургерах. В том числе, Ю-Бургер, Ин-Наут. Я уже не перечисляю самые обычные, типа, там, Макдональдса, Шейк-Шака и Бургер Кинга. Все бургеры даются в картонных упаковках. Это такая белая упаковочка, на ней написано, attention, внимание. Posting BurgerFi pictures may cause extreme jealousy. То есть, если вы будете публиковать фотографию бургеров, они могут вам спровоцировать зависть. Ну, и также все их социальные сети и само название. Сам бургер намного вкуснее, чем в Макдональдсе. Он реально вкусный. Я его просто не ем, потому что я на ПП. Еще 10 дней до моего дня рождения. Стоит этот бургер сколько? 100 долларов. 100 долларов стоит бургер. Это немножко дороговато для пасхуды. Да, потому что это реально забегало. Где-то может за... Ну, приблизительно везде так 13-11 долларов. Ты получаешь бургер и картошку при. Но они говорят, что у них нет мороженой картошки. То есть, они сразу разрезают и кидают это в масло. И она жарится прямо для тебя. Поэтому, если она остывает, она уже у нас остыла, она так сморщивается и становится обычная домашняя картошка, которую можно приготовить дома. В общем, бургерфай нам нравится, но обстановка не очень. Поэтому, правда, принятнее кушать дома. Я обычную колу. Нет, оригинал она была. Может, манинь? Нет. Сейчас мы идем в стивес и придумаем вам следующий обзор. Это было так мило. Что, хватит? Я хочу много чего, но я сегодня по этому зал, поэтому я ничего не буду. Но я хочу кофе. Обзор на старбакс мы сделаем в следующий раз. Не будем все намешивать. Но что важно сказать, что в Майами куча фастфудов на любой вкус. Единственное, что тут мало, это всякой фитнес-еды. Но, по крайней мере, у нас на районе этого мало. У нас есть один манго-три, или как так называется, там более-менее, ну, какие-то салатики и так далее. Но фастфуды органического и полезного здесь нет. В общем, я считаю, что это самое важное. Много очень неадекватных людей. Очень много сумасшедших. Вот опять один идет. Тоже он, видно, идет на человека, который переходит дорогу и как бы, ну, в общем, тут кошмар. Единственное, что мне не нравится в Майами, это куча-куча сумасшедших людей, которые везде дискриминировать их нельзя, обижать их нельзя, говорить им что-то нельзя, культурно попросить их выйти тоже нельзя, потому что это считается за дискриминацию. В общем, ну, мы как-то с этим живем. Подписывайтесь на наш канал. Это был обзор на Кургер Фай. В следующий раз мы возьмем в беге обзор. Вот. Так что, всем пока!